Если говорить про документоориентированные СОБД, то здесь очевидным лидером на сегодняшний день является MongoDB, поскольку эта СОБД родилась из конкретной бизнес-задачи, которая приносит достаточно ощутимый доход тем, кто занимается этой задачей, и, соответственно, очень много усилий вкладывается именно в развитие, в поддержание стабильности именно этой СОБД. Также естественным является как для документоориентированных баз в целом, так и для конкретно MongoDB простота хранения данных, то есть у нас на самом деле нет никаких проблем с миграциями, как это возникает в Django, который использует реляционный СОБД, или каких-то других фреймворках или ОРМ, которые работают со схемой в реляционных базах данных. Единственным относительно спорным моментом является язык запросов, который использует MongoDB. Эти запросы написаны на JavaScript, и их условия являются валидными JSON-конструкциями. Хотя эта проблема легко решается тем, что фактически, используя такой синтаксис, очень легко написать различные интерпретаторы и генераторы запросов, что, соответственно, порождает множество различных ОРМ под любой язык программирования и под любой удобный синтаксис, который вам нравится. Пользовательские команды достаточно сложно воспринимать без подсветки синтаксиса, поскольку это валидный JSON, и он накладывает, этот формат накладывает некоторые ограничения на то, какие символы допустимо использовать в запросе. Например, рассмотрим запрос, который делает некоторую выборку. Здесь у нас есть несколько условий, перечисленных в фигурных скобках. Прежде всего, если мы хотим выбирать каких-то единорогов, то мы выбираем только единорогов женского пола. Дальше же идет конструкция, которая определяет, что одно из последующих условий должно быть истинной. То есть это некоторая операция ОР. И среди этих операций ОР, то есть из списка, должно выполняться какое-либо из условий. Либо единорог любит яблоки, либо апельсины, либо весит меньше 500 единиц веса. Также здесь легко заметить, что и условия меньше какого-то значения указаны в виде валидного JSON, который на самом деле представляет собой ключ к словарю. Естественно, анализировать такой запрос и писать его достаточно сложно, но тем не менее, к этому можно также привыкнуть. И, как уже было сказано, достаточно легко найти драйвер или ОРМ, который позволяет проще организовать работу с данными.